С Верой в спорт Снаружи, да, действительно, такие Да, итак, Настя, добрый день Добрый день Пригласила я Настю сегодня для того, чтобы мы, наконец, осуществили то, что уже давно слушателям обещали Это рассказали не только про питание, но и про добавки пищевые Какие-то дополнительные функции, дополнительные опции, которые может организм получить для того, чтобы достигать определенных целей Давай сначала напомним о принципах правильного питания, о том, из чего строится наш организм, что мы из еды можем получить такого полезного для нас Из еды, на самом деле, по-хорошему мы должны получать всё Но дело в том, что сейчас у нас и продукты, как любят говорить, уже не те Особенно, да, зимой мы можем не добирать там и витаминов, и микроэлементов Но мы будем рассматривать такую идеальную картину, да И тогда мы будем говорить о нутриентах Называются эти компоненты нашего питания Белки, жиры, углеводы Это все нутриенты Да, можем отдельно выделить клетчатку Хотя клетчатка, по сути, это просто очень длинный углевод Углеводы у нас бывают Сложные, которые организму сложнее всего расчисляют Да, то есть у нас углеводы бывают простые, сложные, а клетчатка, ну так, условно суперсложный углевод Который не расщепляется, выводится даже в неизменённом виде И как щёточка чистит наш кишечник Вот так вот уже сказали про клетчатку, видишь, как с миру по нитке Да, полезная вещь Коротко, ёмко, всё как и надо Да Так вот, начнём мы тогда, пожалуй, с белка Потому что самый важный строительный кирпичик Я бы не сказала, что он самый важный Важно всё на самом деле Важен баланс, вот что важно Но белок просто тот нутриент, который чаще всего недобирают Ну вот мои подопечные, это в основном девочки Поэтому я могу о девочках сказать 100%, но тренера мужчины, которые есть у нас в зале И в соседних залах, мы сообщаемся Они говорят, что и у мужчин та же самая проблема То есть нехватка белка Нехватка белка И речь не только об обычной какой-то жизни, но главное это во время тренировок В интенсивных тренировок, когда организм потребляет очень много энергии, да? Я тебе сейчас, да, расскажу, почему так происходит Почему важно белок употреблять и во время тренировочного процесса, и вне процесса Потому что наш организм, он белок расходует каждый день Я уже, по-моему, здесь даже это определение проговаривала Потому что жизнь – это форма существования белковых тел Все мы с вами белковые тела Поэтому белок этот откуда-то надо брать Надо понимать, что у нас белок состоит из аминокислот Они бывают заменимые и незаменимые Незаменимые аминокислоты мы должны получать извне Их наш организм не синтезирует И так вот, так как аминокислоты – это составляющие белка Мы их получаем извне Мы уже сказали, что мы их не синтезируем А ткани в нашем организме должны обновляться Так, соответственно Если им не из чего обновляться Встает вопрос Чего же мы тогда тренируемся? Если тренировка – это травматизация мышцы И потом ее гипервосстановление, гиперкомпенсация Заходим в тупик, получается Откуда брать? Мы зашли в тупик Абсолютно верно Вот видишь, мыслищий человек сразу понимает Что если мы мышцу разрушили А построить нам из нее не из чего Да, то зачем мы тренируемся? В общем-то, это бывает, когда вот Нет прогресса, да, в тренировочном процессе Что такое? Я вроде хожусь Вроде хожу, качаюсь, качаюсь И тренируюсь три раза в неделю И вроде бы и кардио делаю И сплю-то я нормально А мышцы почему-то не растут Потому что им не из чего расти То есть вот здесь потребление белка А у нас обязательный просто пункт И для тренирующихся людей И для нетренирующихся людей Потому что мы все с вами обновляемся Абсолютно все обменные процессы Никто ни у кого не отменял Другое дело, что, может быть, у людей, которые тренируются Они происходят несколько быстрее То есть вот обмен веществом Потому что разогнут Кровушка разгоняется Да, о чем все любят говорить О том, что почему надо заниматься спортом Потому что у вас будет активный обмен веществ И это очень здорово, считается Да, и мы с Настей договорились до эфира Что мы сначала поговорим про те продукты питания Которые, в принципе, доступны в каждом магазине Продуктовом, в который мы ходим каждый день Но вот мне все-таки хочется Помимо продуктов Сейчас вот про белок еще Ты очень хорошо сказала Связки можно еще про важные витаминки рассказать Поэтому белок, ну откуда мы можем брать? Это куриное мясо, вкусное мясо? Белок мы можем, во-первых, разделить сразу на две большие группы Это белок животного происхождения И растительный белок Вегетарианцы едят у нас только растительный Всеядные люди Они должны по большей части все-таки белок брать Из животного происхождения Потому что там более полный аминокислотный состав Аминокислотный профиль Да, это у нас может быть мясо птицы Это может быть красное мясо какого-то рогатого крупного скота Или не очень крупного Это может быть рыба, морепродукты Если мы переходим вот уже к растительным источникам белка Это соя Это все продукты, которые производные сои Сыртов Сыртов Очень вообще замечательная вещь То есть он такой сам по себе нейтральный по вкусу Но если его добавлять приправы разнообразные В салатики Да, он такой интересный То есть непонятно, что это Если накрошить вот женщины Мужья не любят, как правило, всякие вот эти вот соевые вещи Да можно ему даже и не рассказывать, в общем-то, что это соя Не догадается Не догадается А здоровое питание прямо вот вам, пожалуйста, в тарелочке Да Также бывают всякие соевые производные Сейчас у нас пищевая промышленность хорошо развита Соевые бештексы, соевые котлеты, соевая колбаса Все, что угодно Вот как раз-таки для вегетарианцев Для тех, кто не добирает белка из животной пищи То, пожалуйста Также мы можем говорить про животный белок еще Это яйца, конечно же Белок яйца в первую очередь Потому что желток там больше углевод В желтке больше жиров Жиров Да-да-да, желток Причем раньше считалось, что желток есть не полезно Потому что там большое содержание холестерина Но это не тот холестерин, который нам вреден Но про жиры мы поговорим чуть позже Пока не будем забегать вперед Так вот, по белку вроде бы Творожок еще Вроде бы сказали очень о пролетаре Да-да-да, творожок Про творожок я забываю, потому что не ем молочку Творожок – источник белка, безусловно Если вы перевариваете белок То молочный То, пожалуйста, можно использовать его Желательно не сильно жирный Идеально трехпроцентной жирности Так вот, но зачастую мы недоедаем белка Этого недостаточно всего, что я перечислила? Этого бывает недостаточно, потому что, например, мои подопечные, они жалуются, что я не могу съесть 300 грамм мяса в день Ну, то есть для мужчины это может быть, да, и немного Я могу Ты можешь, да? Это очень хорошо А что еще удивительное, это то, что половина ровная, они говорят, что «Ой, я ем столько мяса, я вообще, я такой мясоед», я говорю «Хорошо, давай посчитаем» В итоге мы начинаем вести дневник питания И по факту получается, что там 100 грамм мяса, дай бог Не мяса, а белка, прошу прощения То есть вот еще надо понимать разницу, что когда ты ведешь дневник питанием, если это, например, Fat Secret, я люблю очень эту программу Это приложение, да? Да, это приложение, телефон, всем настоятельно советую его скачать, просто даже для интереса посмотреть, что вы едите Так вот, граммы мяса съеденного и грамм белка в этом мясе Это не равно Это не равно, то есть примерно 100 грамм курицы, это у нас всего 20 грамм белка Ну, в принципе, немало Ну, в принципе, немало, то есть курятина в этом плане, она вообще прямо впереди планеты всей Да И поэтому нам на помощь могут прийти спортивные добавки Тогда вот мы уже сразу там продолжим И что же это у нас в первую очередь? Протеинчик Это, да, в первую очередь протеин Сейчас уже, слава богу, этот миф развеян о том, что протеин – это химия, но по большей части Все-таки люди уже стали очень образованные в сфере фитнеса, велноса, здорового образа жизни Так вот, протеин у нас бывает разный, бывает изолят, бывает концентрат, бывает гидролизат Гидролизат из них из всех считается самым чистым, качественным продуктом Пожалуй, единственный его минус – это стоимость Ну, логично, да, его же надо как-то получать Да, то есть он наиболее очищен, если так можно сказать Ну, тут мы можем сильно не вдаваться, в принципе, вот в это Он просто наиболее приемлемый Источники протеина также могут быть разные Это может быть яичный протеин Может быть мясной, говяжий, например Может быть молочная сыворотка Вот сывороточный протеин, например, он бывает из сыворотки, то, что остается от варенья сыра Как-то так я себе представляю этот процесс Бывает также казеин, это творожный белок Казеин любят употреблять перед сном, потому что он долго усваивается Но я тут как раз недавно смотрела одну программу, и там очень компетентный тренер Он говорит, что же вы так прицепились к этому казеину на ночь Съешьте вы кусок говядины, у вас будет наиболее полный аминокислотный профиль Усваиваться оно у вас будет всю ночь, если вы так боитесь За то, что у вас начнутся процессы катаболизма Катаболизм, я напомню, это разрушение мышц Кстати, во время сна, уже тоже есть такая информация, она доказанная Что во время сна у нас эти процессы катаболизма, они не такие активные Чтобы прямо переживать, что вы проснетесь без мышц То есть это не тот процент мышц, которые можно потерять за 6-8 сок Ну хорошо тогда Да, процессы анаболизма Все выдохнули Все выдохнули Можно спать 10 часов Еще подслащу пилюлю А процессы анаболизма, они наоборот, начинают преобладать Анаболизм до восстановления мышц Анаболизм, да, восстановление мышц, рост мышечной ткани То есть спать все-таки надо Поэтому спите на здоровье, спать, спать, вера, это вообще Это первое, что нужно делать Как говорит Зимфира, хочешь есть, спи, нет денег, спи И так далее Так вот Протеин Порошок, насколько я понимаю Да, его можно разводить в водичке, можно разводить в обезжиренном молочке Да, можно разводить и в растительном молоке, если вы, например, не употребляете молочку Если плохо реагирует на нее ваше ЖКТ Довольно вкусненькая вещь Вкусами он бывает Ванилька, шоколадка, клубничка Шоколадный очень вкусный У разных марок тоже говорят, что есть разные вкусы Да, да, ну по маркам это на самом деле, вот пока не попробуешь, не узнаешь И рекомендовать ничего не буду, потому что сама я небольшой любитель протеина такого порошкового Я как-то вот по старинке, курица, яйца, я любитель пожевать Да, Настя, то есть ты не употребляешь никаких там добавок, вот этого ничего? Добавки я употребляю, сейчас как раз мы плавно перетечем к тем добавкам, которые я употребляю Еще вопрос про протеин, извини, пожалуйста Когда его лучше, до тренировки, во время или после? Протеин, то есть это у вас такой же перекус получается То есть это такой же прием пищи, поэтому вы просто следуете своему плану питания Не ориентируясь на то, что у вас день тренировки, не день тренировки Вообще в идеале у вас должно быть, ну, 4-5-6 приемов пищи в день В зависимости от скорости вашего метаболизма То есть вместо полной можно выпить протеинчик Да, и просто вот в этот вот ваш день, в ваш режим Желательно, чтобы вы питались в одно и то же время Ваш организм привыкал к этому, как в пионерском лагере Работают как часы Да, как часы, когда ты уже уезжаешь потом из лагеря, думаешь, что, ах, 12 часов, где-то мой обед Вот, в идеале должно быть так И просто вот в этот план вашей еды вы вписываете тренировку Но в идеале также можно чуть меньше времени оставлять, чем между полноценным приемом пищи и тренировкой То есть там полтора часа, час, в зависимости, опять-таки, от скорости усвоения у вас И после тренировки, в принципе, можно тоже сразу употреблять Но единственное, надо смотреть, что есть ли там углеводы Да, да, сахар Потому что если углеводы есть Да, кстати, бывает, что у некоторых производителей сахар Причем бывает, что там более качественные углеводы А бывает прямо мальтодекстрин какой-нибудь И кукурузный крахмал То есть вот надо прямо читать Все равно этикетки у всех производителей надо читать, смотреть Потому что вы наедитесь кукурузного крахмала на ночь Оно вам надо, оно вам не надо Совсем не надо Поэтому если у вас чистый гидролизат, например То после тренировки вечером спокойно можете выпить и отправляться ко сну На восстановление мышц Да, на восстановление мышц Процедура восстановления мышц А если вы, например, употребитель гейнеров Это тоже такая разновидность спортивного питания Где очень большое содержание углеводов И в основном это простые углеводы Употреблять его любят мужчины, находясь на массе На массонаборе Когда они набирают мышечную массу Когда они тяжело тренируются И просто не могут выесть такое большое количество углеводов Хотя тоже сейчас мнение на этот счет расходится Потому что какие-то можно мышцы вырастить на простых углеводах Как тоже сказал один компетентный тренер Сначала мы в три слоя покроемся жиром А уже потом там непонятно Сушиться А уже потом непонятно какие-то мышцы останутся Поэтому гейнер И я, мое личное субъективное отношение Я не большой Я не приветствую это, так скажем Но у мужчин может быть другой Каждый выбирает сам Девчонки ведь тоже некоторые на массе сидят Такому нужно увеличить мышечную массу Да, да, да На самом деле сейчас Уже вот другое мнение Более популярное О том, что девочкам не надо сильно садиться на массу Можно прекрасно на поддержании Наращивать мышечную массу И при этом не кабанеть Я извиняюсь за такое выражение Ну зачем? То есть нам не надо 10 килограмм сухого мяса нарастить в межсезон У девочек все происходит немножко по-другому Немножко по другой схеме Все попроще, полегче Есть еще такие вещи, как аминокислоты, по-моему, даже Аминокислоты, да В добавочках Вот как раз я уже обмолвилась о них В начале нашего разговора Да, и самое популярное из них – это БЦА Это как раз незаменимые аминокислоты Это лейцин, изолейцин, валин Мы их употребляем и в процессе тренировки То есть если протеин мы пьем до, после Как перекус используем То аминокислоты мы можем употреблять И должны употреблять прямо в процессе Особенно если мы находимся на дефиците калорий То есть у нас расход калорий больше, чем потребление Чтобы не опускать в ход мышечную ткань во время тренировки А мышечную ткань наш организм расходует с большим удовольствием Так как ему совсем не хочется носить эту функциональную массу на себе Поэтому он ее отдает только в путь И мы пьем аминокислоты во время тренировки Они сразу же быстро всасываются в кишечники Так как это уже расщепленный продукт, скажем И тем самым они подавляют процессы катаболизма Способствуют анаболизму Мы уже разобрались с катаболизмом разрушения Анаболизмом восстановления Вот и так благотворно влияют и на продуктивность на тренировке В том числе В какой форме они упускаются? Они бывают в капсулах, бывают в порошке Здесь вообще на самом деле, ну не скажу, что однозначно что-то лучше, что-то хуже Просто кто-то любит, я лично люблю в порошке, чтобы они были желательно со вкусом Добавляешь воду на тренировке, в шейкере взболтал И у тебя вот такая вкусненькая водичка с собой Кто-то любит в капсулах, чтобы выпил до тренировки, запил и все, и забыл об этом Есть порошки безвкусные Обычно их употребляют тоже на сушке, на подготовке спортсмена Потому что, опять же, порошки со вкусом, в них могут быть добавки Углеводы какие-нибудь Да, и здесь мы опять возвращаемся к тому, что надо читать всегда упаковку Несмотря на то, чтобы вам не говорил продавец Упаковки, аннотации, отзывы, комментарии специалистов, рекомендации врачей тоже нужно обязательно читать Обязательно, да, но начать хотя бы с упаковки Там иногда, что на английском языке все написано Довольно сложные, в некотором бывают Ну, как правило, в наших магазинах спортивного питания Уже переводят, да? Да, бывает еще маленькая такая наклеечка сбоку на русском языке Ну, либо хотя бы у продавца спросить Продавцы, они там, ну, не всегда бывают приветливые, но можно допытать Любого можно, да? Да Да Так вот, про белок мы поговорили И что нам еще важно в процессе тренировок И обязательно важно просто даже в процессе нашей обычной жизнедеятельности Это, конечно же, жиры Так Жиры у нас влияют и на восстановление И на нашу гормональную функцию, особенно у женщин Если мы говорим о продуктах питания, мы начнем также с продуктов питания Жиры у нас делятся на две больших группы Это насыщенные жирные кислоты и ненасыщенные Нас интересуют ненасыщенные, это растительные жиры А почему нас не интересуют насыщенные? Ну, насыщенные – это животные жиры Жиры животного происхождения, твердый жир Вот как раз так называемый холестерин То, что у нас уже есть Ну, грубо говоря, да Очень грубо говоря, да Очень грубо говоря, то, что у нас уже есть А ненасыщенные жирные кислоты, они нам как раз-таки жить помогают И это все жидкие растительные масла Это рыбий жир, вот омега-3 Это орехи, семечки Авокадо, кстати говоря Но авокадо лучше брать, чтобы он был такой мягкий Либо взять его тверденьким и оставить до лучших времен где-нибудь в темном месте Это оливочки, оливковое масло Оливки, да, оливки, маслины Если что-то еще забыла, можешь меня поправить Ну, вроде по-основному сказала Ну, наверное, да, тоже не могу вспомнить Но если только какой-нибудь там семечки какие-нибудь Да, орехи, семечки, ореховые пасты Кокос, кстати говоря Вот кокосовая паста, это просто must-have для употребления Вот, да, ореховые пасты урбечи сейчас популярны очень стали Да, это то же самое Для работы головного мозга и для функционирования организма Это же очень полезно Ну, там, на самом деле, да, в зависимости от того, из чего он сделан Из каких семян это может быть кунжутом Например, кунжут – это хороший источник кальция Поэтому вот молочка, кстати говоря, в этом деле совсем не панацея То есть, вот говорят, кальций, надо есть творог, пить молоко Совсем нет, потому что там должна быть такая конская доза молочного продукта Чтобы вот этот кальций, во-первых, получить в должной дозе Во-вторых, чтобы он усвоился А в-третьих, еще, скажем, потеряла мысль, получить усвоился И в-третьих, молоко – это у нас молочные продукты Опять хороший источник углеводов Если не брать во внимание творог Как раз эти жиры, да, которые животные Они там есть И животные жиры, и углеводы То есть, вот эти вот ряженки, кефиры, всевозможные йогурты Особенно, если йогурт сладкий, то это просто углеводная бомба Белка там не так много, на самом деле Это, я говорю, надо выпить приличную такую дозу молока Чтобы вот хоть сколько значимую дозу белка и кальция вот эту получить Поэтому есть продукты в этом плане намного более интересные Если у вас уже какой-то явный дефицит какого-то микроэлемента Либо витамина, то лучше все-таки принимать его вот уже в концентрированном таком виде И говорили мы про пасты ореховые И там в зависимости от того, из чего она сделана Уже вот свойства этих полезных семечек Тыквенные, подсолнечные, арахис тот же самый, тот же самый кокос Вот уже эти свойства вы получаете у себя прямо тоже в концентрированном виде Их можно употреблять, например, вот вместо того же сливочного масла Так как сливочное масло у нас тоже относится к насыщенным, то есть к животным жирам И хотя я ему приписываю, там и витамин Е в нем есть, и качество кожи На самом деле, ну, все ровно то же самое, что с молоком Это не такой процент этого же самого витамина Е Который вот можно взять из других продуктов с наименьшим вредом, так скажем Хотя есть такое высказывание Все яд, все лекарства и то и другое определяет дозу Поэтому если вот вы чувствуете, что вам критично сегодня вот этот кусочек сливочного масла Съесть с кашей, ну съешьте, ну съешьте, если вам полечает Нет, скажите, но все хорошо в меру Все хорошо в меру, это абсолютно точно И когда мы говорим про жиры, еще что важно, особенно для спортсменов Это вот как раз омега-3 Ее можно принимать отдельно Можно принимать рыбий жир, можно принимать в виде спортивных добавок Там разные дозировки Сейчас рыбий жир, который аптечный, его очень ругают В том плане, что вот эти вот капсулы там вообще не хватает Для того, чтобы опять-таки оказать хоть сколько-нибудь значимое влияние на организм А вот в спортивных уже добавках там большая концентрация То есть вы сразу получаете хорошую дозу Это уже настроено, да, все на спортсмена и на работу Да, чтобы пользу принесли Да, я, честно говоря, не сторонник этих конспирологических теорий Я считаю, что употребляем ледяное масло и вообще все прекрасно Едим красную рыбу и все замечательно То есть я вот такой первобытный немножко человек в этом плане Я, честно, не особенно люблю сильно нагружать свой рацион какими-то дополнительными добавками Я люблю, когда все поступает из пищи, а когда вот уже чувствуется, что есть какой-то недостаток витаминов или микроэлементов, жиров А это как сказывается? Это сразу становится понятно, потому что это повышенная утомляемость, это такое депрессивное состояние Это усталость к вечеру очень хорошо чувствуется Могут быть перепады настроения Ну, то есть вот такие общие, казалось бы, симптомы Но их не нужно упускать из вида, это сигнал, потому что ваш организм с вами разговаривает, он вам говорит Вера, мне не хватает витамина В12, например Это то, что ты перечислила от В12? Это вообще общие такие симптомы, они могут быть при многих дефицитах Так вот, и возвращаясь опять-таки к Омеге Омега, помимо всех своих полезных свойств, для нас, для спортсменов и просто для людей, она интересна ещё и тем В общем-то, как и остальные ненасыщенные жиры, что они помогают жиросжиганию То есть, вот Как интересно, жир помогает жиросжиганию? Да, казалось бы, что мы едим жир, и логично, что он отложится в жир Но нет Но нет, всё работает совершенно не так На самом деле, более благоприятно в жир, в наш подкожный, откладываются быстрые углеводы А вот если мы употребляем быстрые углеводы вкупе с насыщенными жирами Шоколад, например, наш любимый Да, то это всё, конечно, сразу же отправляется в жировое депо И там прекрасненько хранится И очень сложно его потом оттуда расходовать Если вот он уже упакован в эту жировую капсулку, он там лежит Ему комфортно, хорошо, никуда не надо Это же вот такое, энзе нашего организма Да Как горбы вербули Мы все на самом деле плоды эволюции И остались мы здесь только те, кто хорошо запасал жир в нашей предке Потому что еда вот в таком вот доступе, в котором она есть сейчас Она на самом деле появилась сравнительно недавно Раньше за еду приходилось побороться Поэтому те, кто хорошо накапливал жир, те молодцы, те выжили Я вас поздравляю, теперь вы все мои клиенты Отличная фраза, да Эволюция не стоит на месте И теперь у нас уже другие принципы, другие ценности в жизни Да, да, да Поэтому сейчас показатель Это вообще же очень интересно на временных отрезках смотреть Что раньше было, например, черные зубы Это показатель достатка Что можно употреблять много сахара А, да, кстати, да А сейчас у нас что? В тренде белые зубы Блоснежные и здоровые зубки И хорошее здоровье Ну, с развитием медицины, конечно, тоже люди стали понимать, что много сахара есть Это не здоровье, во-первых, еще и сосудов, сердечно-сосудистой системы Это опять возвращаясь, точнее не возвращаясь, а уже переходя к углеводам Итак, углеводы Итак, углеводы Самая сложная, наверное, тема для каждого Ну, углеводы сложная тема по нескольким причинам И вот сейчас я сначала их немножко классифицирую И потом мы поговорим, почему это сложно Углеводы бывают простые и сложные То, о чем мы говорили Клетчатка пусть у нас пока останется особняком в этом разговоре Итак, вот, сложные углеводы это те, которые нам нужны Которые, если белок это кирпичики для строительства нашего дома тела То углеводы это строители Они такие приезжают в своих касках, с тележками, чтобы эти кирпичики таскать То есть это самая энергия, которая придается нам Которая нам нужна для жизнедеятельности И вот медленные углеводы, они такие хорошие строители Они основательные Да, они с образованием, возможно, даже свыше Они знают, как надо строить дома И они долго нам могут предоставлять свои услуги Они вот, если мы покушали, они еще долгое время мы будем Старательно будут работать У нас не будет выброса резкого инсулина У них низкий гликемический индекс Поэтому не будет этого скачка инсулинового Мы будем, как на лодочке, плыть тихонечко себе по зеленому коридору А медленно, ой, быстрые углеводы, прошу прощения Они такие не очень старательные строители Они такие, а сейчас мы быстренько накидаем кирпичей и пойдем пить чай Вот, и у нас поэтому происходит быстрый всплеск инсулина в крови Мы сначала эхэхэй, у нас поднялась работоспособность Вот любят очень офисные работники заточить печенечку Потому что мозг начинает работать, да? Вроде как сидишь, немножко подзасыпаешь, что-то такое Съел вкусненькое, у тебя глаза открылись, все, здорово, работаем Потому что мозг включился, мозг главный потребитель глюкозы у нас Несмотря на то, что он так-то состоит из жира И они быстренько поработали Но потом они быстро ушли пить чай У нас новый уровень сахара упал в крови А то, что они там настроили, тоже не очень хорошо Ну, то, что они настроили, там это все мы видим потом Тоже приезды массажных салонов И массажных салонов Ну да, да Вот, и сахар снова у нас резко упал И нам снова хочется кушать А рядом все, та же печенечка И вот так мы в течение дня вот этот свой инсулин подбрасываем Звучит просто ужасно, если честно, то, что ты говоришь Ну да, для организма это, наверное, не очень хорошо Для организма это не очень хорошо Потому что это, опять-таки И если это промышленные сладости какие-то То это опять насыщенные жиры То есть вот все эти маргарины, которые оседают на наших сосудах В виде бляшек теросклеротических Также это сахара простые Которые тоже повреждают стенки сосудов изнутри Но это вот мы уже не говорим об очевидном Это лишний вес, вялость, вот это вот все Мы уже говорим о здоровье Они повреждают стенки сосудов изнутри И потом уже вот эти вот образования, которые по нашим сосудам передвигаются То есть вот как у нас образуется бляшка Они к этому поврежденному сосудику и налипают, и налипают И потом, пожалуйста, закупорка сосуда Ну и там уже мы о разных последствиях можем говорить Да Сосуды, к сожалению, не вычищаются Нет у нас таких ёршиков, которыми можно было вычистить сосуд Если это коронарные сосуды, то там могут делать стентирование, шунтирование и всякие разные другие вещи Слава Богу, сейчас мы живем в такое время, когда уже все практически лечится Так вот, и углеводы, они... это не плохой нутриент То есть у нас нет плохих и хороших нутриентов У нас все зачем-то нужно У нас все нутриенты нужны, важны Но самое главное здесь это баланс, опять-таки, о чем мы говорим И соотношение Поэтому есть такое понятие, как КБЖУ Калории, белки, жиры, углеводы И сколько бы ни ругались на меня мои подопечные, когда я прошу их вести дневник питания Сколько бы они ни говорили, что ой, это так сложно, ой, как это сделать А некоторые даже не говорят, но просто не ведут Это наша отправная точка Если вы хотите добиться результата, то нам важно этим заняться Не вопрос, существует интуитивное питание Но на этот счет тоже есть очень хорошая фраза Так, интуитивно вы уже напитались, теперь будем работать И на самом деле, интуитивно вы уже напитались, пожалуй, если вы все-таки пришли в зал Либо к массажисту, либо к врачу, не дай бог Будем все-таки теперь относиться к этому более основательно Да, и на самом деле о себе думаем, да, в первую очередь И здесь хочется сказать о количестве нутриентов, которые должны поступать в наш организм И высчитываются они индивидуально для каждого, исходя из его данных Это рост, вес и возраст Также фактор физической активности присутствует Но, как правило, все можно ставить малоподвижный Потому что менее 11 тысяч шагов в день, это малоподвижный А кто у нас 11 выхаживает, ну, редко Редко кто-то приводит Типермации, да Да Сейчас, кстати, с девчонками у меня марафон с мини И вот я блюду за ними, за их 11 тысячами Так вот, как оказалось, не только мы белка не доедаем, но еще и не дохаживаем Не дохаживаем, да Да, и про нормы, вернемся Для здорового человека Ну, нормы, понятно, что приблизительные, потому что все-таки все мы разные На свой вес, причем вот вес не в сухом виде, а просто вес Например, я вешу 50... сколько я вешу? 56 килограмм я сегодня была утром Вот это было стайно Да, да, раскрываю И белка мне нужно 2 грамма на килограмм массы тела Примерно, для спортсмена Можно от полутора От полутора до двух Давайте вот так будем Это у нас белок Жир Жиры хорошие нам нужны От 0,8 до 1 грамма У спортсменка можно даже 1,1, 1,2 грамма На килограмм массы тела Это почему хорошие эти самые жиры, про которые мы говорим, растительные? Да, 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 это растительные жиры, обязательно о которых мы говорим То есть здесь их можно даже как перекус, орешки Или как вместо сладкого где-то использовать Вот кокосовая манна, например, она немножко сладенькая даже Вот если у вас рацион чистый, то вы это чувствуете И углеводы Углеводы – это вот как раз та величина, которую мы можем варьировать Если мы снижаем вес, то мы урезаем количество углеводов Если мы набираем, то мы углеводы поднимаем То можно побольше Можно побольше, но тоже хорошими Да, конечно Это очень важно Поэтому насчёт углеводов мы можем говорить от 2 грамм и до 4 От 2 на снижение до 4 на массонаборе И таким образом углеводы и белки у нас 1 грамм составляет 4 калории А жиры, 1 грамм жиров составляет 9 калорий То есть таким образом мы очень легко можем посчитать свой КБЖУ Вот исходя из этих величин, я надеюсь, что вы всё запомнили и записали, успели Если что, можно будет прослушать эту программу ещё раз на нашем сайте хоккейруб.ру Да-да-да, или спросить у меня лично в соцсетях Либо ссылочку Анастасию обязательно дадим в соцсетях Да, обязательно отвечу всем Вот и таким образом мы высчитываем свой калораж Если нам кажется, что калорий много слишком Хотя это часто бывает тоже субъективно То мы убираем их за счёт углеводов Белки и жиры мы не трогаем Белки и жиры – это всё-таки та величина, которая у нас должна быть Строго регламентирована А углеводы – это то, что, может быть, у нас изменено Но меньше двух лучше не питаться, да? Белков А углеводов? То есть ты говоришь, что минимум 2 грамма на килограмм Можно какое-то время, например, посидеть на низкой углеводке Но это, опять-таки, какое-то время Потому что любой жёсткий отказ, он всё-таки грозит нам откатом И падением в углеводную яму не в плане дефицита углеводов, а в плане наоборот Что потом хочется съесть всё, что не приколочено И, как говорит один мой любимый тренер У него есть такая стадия сушки на подготовке Когда хочется, я извиняюсь, жрать обивку с тренажёров Вот это, пожалуйста, нехватка углеводов И мы в неё обязательно попадём Вот в этот вот жёсткий дефицит Если будем резко что-то убирать От чего-то отказываться 100% навсегда Больше никогда есть не буду сладкие булочки Оставьте в своей жизни место для сладкой булочки Хотя бы иногда Хотя бы иногда, по пятницу, например Да, раз в год Раз в год, да Есть такой специальный день, когда можно есть всё Но он уже был в этом году, поэтому теперь годик придётся потерпеть Да Да, ну что, я считаю, что мы максимально очень информацию сегодня осветили То, что хотели по питанию Да, мы невероятно продуктивны сегодня Сегодня, да, на удивление То есть говорили сегодня о правильном питании Мы сегодня говорили о добавках для спортсмена Для тех, кто занимается спортом Или для тех, кому нужно чем-то дополнительный организм зарядить Да, помогала нам разобраться Анастасия Дудина Кстати, к ней можно обращаться в случае возникновения каких-то вопросов По питанию, по тренировкам Личный тренер Фитнес-клубокачалка Личный тренер вообще в принципе Да, и можно я ещё немножко сейчас у меня Проходит марафон как раз И всех желающих я в него приглашаю Там у нас 4 тренировки в неделю Контроль питания с расчётом индивидуального КБЖУ для каждого участника Лично я контролирую каждый вечер Каждого строго у нас с этим В социальных сетях, да, ты всё делаешь? Да, мы это делаем в социальных сетях Вот, поэтому обязательно Так что подписываемся на Настю все, дружненько Да, 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 и через Инстаграм, через сообщение Я обо всём с удовольствием отвечу А когда марафон заканчивается? Мы успеем попасть ещё? Когда он начинается? Когда он начинается? Он начинается 3 июня, планируемый старт, предполагаемый Да, как раз очень скоро Но я думаю, что это не последний поток Поэтому обязательно все желающие Главное поставить перед собой цель Да Да, и у нас есть Настя, замечательная Которая может нас к этой цели привести Да, мотивации есть у меня Да, и так, Настя, спасибо большое Тренер фитнес-клуба Качалка был у нас сегодня в студии Анастасия Дудина В следующий раз мы ещё какую-нибудь обязательно интересную тему придумаем С Настей, чтобы вам рассказать о спорте, о питании, о красоте Ох, тема просто тьма Да, поэтому всем хорошего настроения, хорошей погоды за окном Да, и анаболизма Метаболизма Питайтесь правильно Да, всем спорта Пока С верой в спорт